Всем привет! Это новости Канады для тех, для кого Канада представляет интерес как страна для жизни. В этом выпуске новости эмиграции. Новый министр эмиграции дает интервью и рассказывает кое-что о проблемах и о своих планах. Правила по прилету в Канаду опять поменялись. С 30 ноября масса изменений. Ковид. Четвертая волна не отступает и доминирует по-прежнему дельта. Безработица в Канаде падает шестой месяц подряд и это хорошо, но есть одна тревожная тенденция. Инфляция в Канаде и Америке растет, цепочки поставок по-прежнему имеют проблемы и анализ причин. Краткий рассказ о социальной программе либералов о детских садах. Угон машин в Торонто. Как это происходит и какие машины самые угоняемые. А также рен жилья, хоккей, курьезы и погода. Новости эмиграции. С прошлого выпуска прошло всего два розыгрыша экспресс-энтри. 24 ноября и 10 декабря. И как и ожидалось, оба в провинциальных программах. Это уже седьмой подряд розыгрыш только по провинциальным программам. Предварительные цифры по лендингу в 2021 году. В октябре залендилось 46 тысяч эмигрантов. И это даже больше, чем 45 тысяч в рекордном сентябре. Таким образом, с января по октябрь Канада приняла почти 314 тысяч новых эмигрантов. И при плане в 401 тысячу, ей осталось принять в оставшиеся два месяца года по 43 с половиной тысячи. И это уже не выглядит недостижимым. Так что Колин Сингер, возможно, оказался слишком пессимистичен. Новый министр эмиграции Шон Фрейзер дает интервью различным новостным агентствам. В беседе с Блумберг министр сказал, что готов увеличить эмиграцию в Канаду, если это необходимо для решения проблемы нехватки рабочей силы. Фрейзер сказал, что он очень открыт для еще более высоких уровней, если у предприятий и сообществ появится аппетит к большему количеству работников. Также он выразил уверенность, что план 2021 года будет выполнен. Окончательные планы на 2022-2024 годы министерство должно представить в парламент не позднее 10 февраля 2022 года. В интервью газете «Торонто Стар» Фрейзер откровенно признал, что впереди его ждет немало проблем. Обсуждая накопившиеся в Канаде 1,8 миллиона эмиграционных заявлений, вот на экране вы видите разбивку по категориям, Фрейзер сказал, «Я не хочу сказать вам сегодня, что за короткий период времени все эти проблемы будут решены. Они не были сделаны в одночасье и не будут устранены в одночасье. Я хочу ускорить работу, которая поможет очистить часть бэклога». Он отметил, что заявление на получение гражданства переводится в цифровую форму, и министерство пытается решить другие проблемы, замедляющие работу эмиграционной системы. Например, он сказал, что не имеет смысла отказывать во временном езде членам семьи, которые в настоящее время ожидают обработки заявлений на спонсорство. Также он сказал, что одним из его приоритетов сейчас являются беженцы из Афганистана. Планы по приему 40 тысяч беженцев оттуда остаются в силе, но по ряду причин процесс может растянуться на два года. Еще об эмиграции. В конце ноября-декабря на сайте immigration.ca появились списки 10 наиболее востребованных профессий по многих провинциях. Ссылка под видео. Вот для примера я собрал топ-10 jobs in Ontario с их ноками. Вы можете остановить и посмотреть, но по ссылке гораздо больше провинций, и я рекомендую все-таки пройти по ссылке и кликнуть на интересующую вас провинцию. Там еще есть и подробности, количество открытых позиций, зарплаты и так далее. Правила по прилету в Канаду. Они постоянно меняются, буквально не уследить. Ну вот, дополнение к 10 открытым канадским аэропортам, принимающим международных пассажиров, с 30 ноября добавилось еще 8. Также с 30 ноября еще куча изменений. Вот их список на экране. Вообще, я, наверное, не буду больше говорить про изменения в эти правила, по крайней мере в деталях, иначе это может занять пол ролика. Я только буду из ролика в ролик повторять, для тех, кто к нам присоединяется в основном, что есть две ключевые ссылки. Это Wizard и приложение Arrive Can. Вот ими и надо руководствоваться. Ссылки под видео. Вот, улыбки ради. А вот такие правила в американских аэропортах. Один знакомый сфоткал в Майами. Штраф за пронос оружия в зону контроля 14 тысяч долларов. Ну, наверное, там это актуально. Ситуация с ковидом. Четвертая волна никак не хочет отступать и даже набирает силу. Ну, конечно, открытие экономики, снятие ограничений, а также погода. Все это способствует распространению вируса. Но и это еще не все. На всю Канаду сейчас регистрируется более 4 тысяч случаев в день и прогнозируется рост до более чем 10 тысяч в ближайшие недели. Население Канады 38 миллионов человек. Причина этому – новый очень заразный вариант омикрон, который, в отличие от дельты, распространяется гораздо быстрее. Если 100 человек, зараженных дельтой, могут заразить еще 100 человек, то 100 человек, зараженных омикроном, могут заразить еще 400 человек. Причем омикрон уже обнаруживается в примерно 30% случаев. Смертность госпитализации и число пациентов на аппаратах ЭВЛ остаются низкими. И даже, я бы сказал, падают. Полностью вакцинировано 76% населения, частично 81%. Полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет. В Торонто уже вакцинировано более 30%. Также третья бустерная доза вскоре будет доступна всем желающим. Pfizer заявляет об эффективности своей третьей дозы против омикрона. Провинция Онтарио расширила список вакцин, которые рассматриваются для того, чтобы считаться полностью вакцинированным. Кстати, это может быть хорошей новостью для кого-то. Например, если вы вакцинированы тремя дозами спутника, то вы будете считаться полностью вакцинированным. Ну, по крайней мере, так в Онтарио. Несмотря на то, что эта вакцина не одобрена ни Канадой, ни ВОЗом. Ссылка под видео. Возможно, то же самое сделали и другие провинции. Смотрите сами на провинциальных сайтах. Рынок труда. 3 декабря Статская Иногда опубликовала отчет по безработице за ноябрь. По сравнению с октябрем, безработица упала сразу на 0,7% и составляет сейчас ровно 6%. Таким образом, мы имеем сейчас вот такую картину. Безработица падает шестой месяц подряд, и за полгода она упала более чем на четверть. На 2,2% с 8,2%. Это самый низкий уровень безработицы до препандемийного уровня февраля 2020 года. 5,6%. И до него нам осталось совсем немного. Всего 0,4%. Такими темпами мы можем его достичь даже ранее, чем я предполагал. А предполагал я весну 2022 года с надеждой на февраль. Но еще посмотрим. Кстати, почему-то сейчас Статскеннеда и некоторые другие источники говорят, что допандемийный уровень февраля 2020 года это 5,7%. Нет, ребята, у меня все сходы записаны. Вот скриншот отчета Статскеннеда за февраль 2020 года. Это все-таки 5,6%. Я написал письмо в Статскеннеда с просьбой объяснить разницу и получил ответ, что наиболее актуальную информацию я могу получить, перейдя по другой ссылке. И там действительно 5,7%. А на старой странице до сих пор 5,6%. Так что никому верить нельзя, мне можно. Ну ладно, я поправил на 5,7%, так даже лучше. Нам остается 0,3% до препандемийного уровня. И давайте вернемся в наше время. Занятость выросла в обоих секторах, сервисе и производстве и в обеих категориях. Фулл-тайм и парт-тайм. Также падает долгосрочная безработица. Она упала на 16,2%. По сравнению с октябрем не изменилось число работающих из дома. Их по-прежнему 4,2 млн. человек. Однако по сравнению с годом ранее оно уменьшилось на 400 тыс. человек. Моя компания собирается предпринять вторую попытку постепенно начать работу в офисе. На этот раз 17 января. Но я чувствую, что опять ничего не получится, поскольку вирус не отступает. Первая попытка была в сентябре-октябре, но из-за четвертой волны ничего не вышло. Вообще говоря, в плане безработицы все выглядит весьма неплохо. И даже во многих отраслях есть большая нехватка многих специальностей. Об этом я говорил подробно в прошлом новостном выпуске номер 60. Немного напрягает другой. Есть одна тревожная тенденция. Это рост зарплат. Они выросли за два года по разным методикам от 5,2% до 7,7%. При этом индекс потребительских цен вырос за эти же два года на 5,3%. А если помните, так же в прошлых новостях номер 60 я привел слова экономиста Роба Керрика о том, что ситуация, когда рост зарплат опережает инфляцию, очень плохая и означает, что инфляция закрепилась. Так вот, получается, что мы либо уже там, либо на грани. Ну, будем наблюдать. Немного о вакансиях. В Канаде их сейчас более 1 миллиона. Вот разбивка по секторам. Как я и говорил в прошлом ролике, наибольшая нехватка рабочей силы наблюдается в общепите, здравоохранении, розничной торговле, производстве и строительстве. Вот в разрезе провинции. Более всего в вакансиях в Бритиш-Коламбии, Альберте, Онтарио и Квебеке. Новости экономики. И это, конечно, опять главным образом инфляции. 15 декабря Статс Кеннеда выпустила отчет за ноябрь. Год к году индекс потребительских цен вырос на 4,7%, и это соответствует октябрю. Однако с поправкой на сезонность рост по сравнению с октябрем составляет 0,3%. Более всего цены выросли на бензин, мебель и еду, причем еда выросла на 4,4%. Я уже неоднократно говорил, что Статс Кеннеда имеет весьма сомнительные методики подсчета инфляции. По моей бывательской точки зрения, цены на еду выросли процентов на 10 как минимум. Ну ладно, других цифр у нас нет, что есть, то и даю. У соседей снизу инфляция уже составляет 6,8%. Бывший министр финансов США Лоурен Саммерс говорит, что она не временная и не уйдет сама по себе, и что ФРС должны предпринимать существенные шаги для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Это непросто, но это можно сделать, если только не случится какой-то обвал на рынке или что-то еще подобное. Глава инвестиционной компании Willit Advisor Стив Рэтнер говорит, что инфляция будет болезненной. Он сравнивает ситуацию с концом 70-х годов, когда инфляция была высокой, рецессия была ужасной и потребовалось много лет, чтобы исправить ситуацию. От себя добавлю, что средняя инфляция за десятилетия в 70-х была 6,8%. Ровно сегодняшний процент. Вообще говоря, период великой инфляции был с 1965 года по 1982 год, когда она доходила до почти 15% в 1980 году. А вот пример проблем с supply chain, цепочкой поставок. В порту Лос-Анджелес, через который поступает примерно 40% американского импорта, скопилось 97 судов, ожидающих разгрузки по 3 недели на различных дистанциях от причала. Проблемы связаны с недостаткой грузовиков, точнее трак-драйверов, прибывающих в порт для загрузки. Вторая проблема – это неспособность покупателей из кладов принять продукцию из-за недостатка рабочей силы. Ну то есть они тупо из-за нехватки водителей и складских работников меньше заказывают товары. Сам же порт открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, игрушеков в порту хватает. Но ситуация постепенно исправляется, она уже примерно на 10% лучше, чем была в сентябре-октябре. Сейчас судна, покидающие, например, порт где-то в Азии, сообщают заранее о своем выходе, и им указывается скорость, с которой они должны идти, чтобы прибыть в порт и не ожидать разгрузку долга. В среднем это 19 морских миль в час, то есть примерно 35 км в час. Еще отмечается, что стоимость контейнеров сейчас в 10 раз выше, чем год назад. И это, конечно же, увеличивает стоимость транспортировки и подстегивает инфляцию. Ожидается, что все эти проблемы будут существовать еще как минимум до середины 2022 года, а может быть и до конца 2022 года. Ну вот все те же самые проблемы есть и в Канаде. О недостатке трак-драйверов и грузчиков в ритейле я говорил в прошлом выпуске. Вот если вдуматься в то, что произошло, то, по-моему, это был неудачный эксперимент по внедрению Basic Income в Канаде и Америке. Ну что такое вертолетные деньги, не как Basic Income? Фактически оно и есть. Ну, с определенной натяжкой, конечно, но близко к тому. И что произошло? Правильно, все, кто мог и или хотел, поувольнялись. Ну а теперь имеем то, что имеем. Нехватка рабочей силы, разрыв цепочек поставок, повышение зарплат и инфляция. Напишите, что вы думаете об этом, вот прав я или нет. Сейчас мы пойдем дальше, но перед этим я призываю вас ставить лайки, подписываться на канал, не забывайте про колокольчик, а также распространяйте ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Спасибо! Социальные программы Что будут создаваться некоммерческие публичные детские сады с очень низкой стоимостью содержания. Но все равно это будет больше, чем 10 долларов на ребенка. А вот разница будет доплачиваться из бюджета. Причем 50 на 50. Половина из федерального бюджета, половина из провинциального. Но кто бы удивился, Тридо пообещал, Тридо сделал. Но на 50% он добренький за провинциальный счет. Вроде бы на днях практически все провинции подписали уже соглашение с федеральным правительством, но Антария еще не подписала. Премьер Антарио Форд считает, и по-моему совершенно справедливо считает, что система подсчета федеральной части несправедлива для антарийцев. Что было сделано? Они посчитали среднюю стоимость субсидий Daycare на ребенка по всей Канаде без учета провинциальных особенностей и умножили на число детей в каждой провинции. Взяли от этого 50%, вот это и есть федеральная часть. Но простите, в Антарио стоимость Daycare гораздо выше, чем где-нибудь в Соскочеване. Сейчас посмотрел, это примерно 900 долларов против 700 долларов. Ну то есть несправедливой провинции придется брать на себя более 50%. Вот за это идет торг. Что-то они в итоге подпишут, конечно. Но это в двух словах. Но, ребята, давайте так договоримся. Я не бухгалтер, это раз. И маленьких детей у меня уже давно нету, это два. Ну то есть я не погружен в тему. Могу не все знать и даже что-то не так сказать. Ну а кому это надо-то? Такие вопросы не знаю, это не ко мне, ладно? Один раз, ну раз уж я пообещал, то ответил, что знаю. Ну ладно, ну вы поняли, да? Рент-жилья. На сайте rentals.ca вышел декабрьский отчет по ценам на аренду жилья за ноябрь. Средняя цена по всей кастрюле составила 1817 долларов в месяц. И это рост на 3,6% год к году. И 1% по сравнению с октябрем. Традиционно выше всего цены в Ванкувере и Торонто сейчас это более 2000 в месяц. Также именно в этих двух городах отмечается наибольший процент роста. Вообще же цены неуклонно растут, начиная с апреля. Причем последние три месяца рост ускорился. Ну это и понятно, народ начинает прилетать. Однако мы еще не достигли уровня до пандемийного 2019 года. Кража машин. Полиция Торонто предоставила данные о краже машин в 2021 году. Угнано 6000 автомобилей. Это на 10% больше, чем год назад. Лидер по угоняемости это Honda CR-V 654 угона. Потом Lexus RX 350 418 угонов. Дальше Honda Civic Land Rover Range Rover и Toyota Highlander по 200 с чем-то. Замыкают десятку Ford F-150, Honda Accord, Toyota Corolla, RAV4 и Hyundai Elantra. В Канаде ежегодно угоняются 75 тысяч машин, из них 25 тысяч в Онтарио. Как происходят автомобильные угоны, смотрите эту запись камер наблюдения. Вот этот резидент Скарборо, Джей Франко, чуть не стал жертвой. Его камера наблюдения записала вот это. Вот вы видите его Toyota RAV4 2020 года на его драйвее. 31 августа Джей был дома со своей семьей. Машина, которая несколько раз останавливалась возле его драйвее, это бухдверная Infinity Coupe 2018 года. Трудно разглядеть, но в машине два человека в масках, и они с чем-то возятся. Эта разведмашина семь раз проезжала, останавливалась и сканировала машину Джея. Сейчас Джей думает, что они пытались получить электронную подпись его Тойоты, но в тот день у него не было причин проверять свои камеры. Но следующим утром ему позвонил сосед весь в панике, вот что записала соседская камера. Это его Honda CR-V на дороге, это модель 2021 года, и ей всего два месяца. Фары моргнули, как только машина была открыта в 4.25 утра. Потом машина уезжает, а за ней та же самая Infinity, которую засняли камеры Джея. На еще одной записи с другой соседской камеры видно, как кто-то, наверное, один из воров, садится в соседскую Хонду. Вот все так просто. Но это еще не все. Через Детерю та же самая Infinity купе вернулась к Драйвуэю Джея. Но на этот раз Тойота Джея стоит в его гараже, и на всякий случай у него на руле уже замок. Новости хоккея. Торонто Maple Leafs на момент записи ролика занимает второе место в дивизионе и третье в конференции. В принципе показывает неплохую игру, но бывают проколы. 9 декабря они играли с нынешним обладателем Кубка Стэнли Tampa Bay Lightning. Вратарь Тампы Василевский, как всегда, сыграл выше всяких похвал, а вот вратарь Торонто Кэмпбелл показал далеко не лучшую свою игру. А также нападающими упущен ряд стопроцентных голевых возможностей. Но смотрите сами, как можно было тут не забить. В итоге от Торонто Maple Leafs уступили 3-5, правда пятую шайбу Тампа забила в пустые ворота. Первую игру с Тампой 4 ноября Торонто выиграла в овертайме 2-1. Сыграны чуть больше третьей сезона, будем надеяться на то, что все наладится. Курьезы. Необычный природный феномен обнаружил один житель Степрок на озере Манитуба. Восточный берег озера Манитуба был заполнен тысячами ледяных шаров. Они образуются, когда плоские льдины вблизи берега разбиваются на кусочки, а затем эти кусочки, перекрученные в воротах волн, склеиваются вместе. Легкий ветер и мороз могут вызвать брызги воды и их замерзание поверху шаров, помогая им как бы расти. Нужна всего лишь смесь ветра и правильной температуры, чтобы ледяные шары сформировались. Эти шары имеют размер бейсбольных шаров, но известны случаи, когда этот феномен образует шары размером с валун. Погода. Похоже, канадский гидромедцентр сильно ошибся с долгосрочным прогнозом на декабрь. Пока что, по крайней мере, на востоке Канады декабрь не холоднее, а теплее обычного, доходило до плюс 15, и снег был всего пару раз и уже растаял. Все-то странно, обычно именно долгосрочные прогнозы правильнее, чем краткосрочные, но вот это они что-то сильно промахнулись. Посмотрим, что будет с прогнозом на январь-февраль. Они прогнозировали остаток зимы теплее, чем обычно. Погоды на сегодняшний день я, наверное, больше давать не буду, и ей никто не смотрит. Если считается, что она нужна, скажите, буду делать. Еще, надеюсь, не прощаюсь. В планах еще два ролика в декабре про то, как празднуется Рождество и Новый год в Канаде, а также самый последний итоговый выпуск совсем близко к Новому году. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, а также распространяйте ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо, пока!